Дарк Соулс 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 Вот. Это, по-моему, прекрасно. Да, блин, хватит, скотина. Иди сюда уже. Оп. Не ждали? Ладно, дохни. Как видите, прикольно. Оружие выглядит так. Очень подходит к моей восточной броне. Именно по виду и щит подходит. Поэтому я теперь вообще выгляжу как мачо. Поэтому, собственно, оно мне и доставляет. Ну что, пойдемте опять в нарисованный мир. Надеюсь, у нас все с первого раза получится. То есть, говорят, что этот фантом темный не всегда там бывает. Если что, подождем. Пока он к нам не подлезет. Вот так вообще я этот мир уже, в принципе, как вы помните, серии 3 назад, вообще насквозь исходил весь, целиком и полностью. Поэтому как-то пофигу. Я уже знаю, что там да как. И не сильно боюсь. Единственное, но то, что с горгулями лучше бы не встречаться, конечно. Нарисованный мир Реамис. Офигенное место. Напоминает Скайрим. Причем, глотку мира напоминает. Самое высокое место там, где вы помните, поднимались. Даже напоминает, скорее, подъем к храму Седобородых. Чем, собственно, наверх туда, к Партурнаксу. Ой, блин, как я бы с Скайримом соскучился. Это беда просто. Быстрее бы какое-нибудь дополнение анонсировали. Мы бы в него с вами поиграли. Верно? Так, ну, это все хорошо. Давайте побегаем с Учигатаной. Учигатана плюс 10. Это вообще прекрасно, на мой взгляд. Так, сейчас эти парняги, насколько я помню, на нас побегут. Хорошо. Вообще, я удивился просто, вот, когда просто бегаешь без комментариев. Это натурально. Врагам смерть сразу. Настолько сильно они начинают страдать от тебя. Но как только начинаешь играть опять с комментариями, блин, куда-то вся внимательность уходит. Это просто удивительно. Я вот так играешь, не замечаешь. А стоит только попробовать. Как, собственно, оно и вылазит. Так, ну и что, и где он? Я бы, конечно, хотел, чтобы сначала вот эти ребята... Я, кстати, парировать вообще не умею. Надо как-то научиться, пока они слабые, что ли. Давайте попробуем. Или, блин, лучше здоровье оставить. Если он сейчас вылезет. Даже не знаю. Так, муратюнь, давай. Хорошо. Говорят, что можно будет с помощью души Квилак у кузнеца, который будет на локации Анарлонда. Так, где фантом? Я не вижу никого. На локации Анарлонда можно будет прокачать либо Учигатану на то, чтобы она постоянно делала кровотечение, либо прокачать, собственно, наш шател, ну то есть кривое оружие на то, чтобы это был огненный меч. Так, ну я не знаю, честно говоря. Где вот у нас темный фантом? Я тут бегаю. Мне сказали, что он тут обитается. Сложно сказать. Это я был, нет? Был. Там я взял. Ништячок. Что-то он не горит желанием появляться, я смотрю, да? А больше нам, в принципе, тут делать нечего, и я даже не знаю, может мне... Да я вообще просто не знаю, что тогда, как мне его? Фантом. Может мне надеть что-то нужно? Что я могу надеть, интересно? Может какое-нибудь колечко? Да явно нет. Да нет, тут ничего такого нет. Ох, ладно, хорошо. Я не знаю, еще пару минут тут побегаем, покружимся, да, наверное, пойдем на выход. Потом как нельзя, и броня исходим. Потому что, в принципе, тут ничего сложного, только под конец там, на мосту, рыцарь довольно тяжелый, с которым нужно быть настороже. Может убиться на угол двух ударов. А так... Ну, что-то, блин, я, честно говоря, вообще не вижу никого. Именно на этом месте сказали. Подожди, а человека вообще нет? Да, я человек. Вон у меня человечность. Может человечность плюс один сделать? Просто вообще как-то удивительно то, что у меня вообще никаких надписей на полу нет. Это как в порядке, нет? Давайте еще одну используем, просто так. От балды. У меня их полно все равно. Это нам, наверное, ничего не даст. И сложно поддается логике, зачем я это сделал. Ну, вот просто захотелось и сделал. Все равно у меня их полно. У людей постоянно проблемы были с этой человечностью. У меня как-то никогда не было с этим напрягов. Возможно из-за того, что когда я большие титанитовые осколки выбивал внизу в канализации, там с крысок постоянно выпадала еще человечность. Так, ну что, я не знаю. Давайте еще раз сходим к бонфайру, еще раз сходим сюда, и если в итоге ничего не происходит, то уходим нафиг отсюда. Я бы это вырезал вообще из серии, но на мой взгляд, нужно, чтобы вы все это видели. Так, что пишут? Чтоб потом ко мне претензий не было. Что за мастер? Какой мастер нужен? Так, мне подчиниться не нужно, кстати говоря. Шаттер, я думаю, еще более хрупкий. Чем моего Чигатана. А вообще копье, конечно, очень хорошо мне послужило, хорошую службу. Но, все-таки, у Чигатана это мое любимое оружие. Пожалуй, предпочту оставаться с ним. Так, с вами все. Пойдемте посмотрим. Вообще, как вы заметили, вот у меня в слоте для магии сейчас пиромансия. Это я просто попробовал перчатку надеть. Но, честно говоря, как и показало, что это совершенно не мое. То есть, мне нужно атюнмент выкачать, ну, я не знаю, там, до скольки, чтобы нормальные заклинания у меня появились. Я предпочитаю этим не заниматься. Так, какая-то вот простая вот у меня штука такая, она постреляет огнем. Это, по-моему, ничего хорошего. То есть, лучше лук пускай будет в том слоте стоять, потому что лук у меня гораздо лучше до хоры меня резать. Так, ну нет тут никого. Я не знаю, возможно, тут еще какие-то условия нужны. Мне, правда, про них никто ничего не говорил. Но, как бы там ни было, все, мы идем на выход. Потому что здесь нет нифига. Может, мне тут что-то надо взять. Все, как видели, я вам показал, что тут не моя вина, просто ничего не появляется. Так что с меня взятки гладкие. И теперь я иду на выход. Локация, конечно, прикольная. За время прохождения стала одной из моих любимых, потому что здесь как-то красиво, спокойно. Конечно, твари неприятные. Эти горгули. Да, эти фалангсы. А так, в целом, довольно круто тут все. Так, добрый день, ребята. Кстати говоря, мне сказали, что, помните, дракон вот наверху этого моста был? Он, мол, там не глюк, а именно вторая половина у него осталась наверху. Ну ладно, что. Вон он, по-моему, кстати говоря, да? Так, сейчас мы потихоньку избавимся от этих сволочей. Причем желательно бы... Я, насколько помню, сейчас я туда подойду и засада, полезут эти твари. Да, полезли. Нет, не полезли. Да твою мать. Ты что, живой, что ли? Так, бежит, нет? Бежит. Так, быстро лечимся. Самый опасный враг здесь, в данной локации, насколько я могу судить. Ох, какой опасный. Да прыгай ты, мать! Прыгай, да бляха, прыгай, 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 ух. Я же говорил, что он опасный. Так вот, я вам не врал. Да твою-то мать. Фу, скотина. Ты же живой еще, что ли? Я думаю, что он стоит. Так, ладно, что с тебя выпадает? С тебя, по-моему, зато Tower Shield варчит. А нет, отлично. С тебя зато дроп, по крайней мере, неплохой. Хоть что-то, да? Так, где этот дракон вообще? Я что-то прям не вижу этого дракона. Мне любопытно, потому что я здесь, возможно, в последний раз, возможно, я вообще забью на эту броню. Давайте сходим наверх, по мосту посмотрим, потому что мне интересно, как там половина от него осталась. По-моему, это просто баг был. Что два дракона, то есть один и тот же дракон, он и сюда приползает, и там остается. Не знаю. Блин, с другой стороны, сейчас туда полезешь, каргули, да насрать, короче говоря, все, уходим отсюда. Сейчас мы будем дальше следовать Анарлонда. И, кстати говоря, мне сказали, что основные проблемы с Анарлонда начинаются после моста, то есть после лифта. Ой, как тебя смешно подкинуло. Так что, говорят, если ты не был по ту сторону лифта Ваннарлонда, то ты не был Ваннарлонда. Потому что вот эти вот все ассасины, они очень простые, а вот то, что там, это уже... Сказали, что где-то вот в этой локации будет лежать трупик, и с него можно будет подобрать броню. Ну, мне моя устраивка. Ладно, хрен с ней. Возможно, попозже сходим, когда выяснится что-нибудь. Но пока что, ну и нафиг. Кстати говоря, в человечной форме сейчас опять придет фантом, убьет меня, наверное. Это печально. Это печально. Так, и, кстати говоря, сейчас нужно будет подбежать к бонфайру ближайшему. Чтобы, если меня убьют, я не оказался по-новому в этом нарисованном мире. Прыгай, прыгай. Да, прыгай ты. Молодца. Так, сейчас, кстати говоря, возможно, будет опасно, потому что я появлюсь в зале полном ассасинов. По идее, от них можно убежать. Можно и не убегать. Да, вы видите, да, сколько их тут. Так. Я что-то думал, тебя с одного удара убьет. А нет, не тут-то было. Так, да, собственно, побежали. Там уже кто-то на меня нацелился. Ну и хрен с ним. Протюню. Вообще, я, у меня, как вы знаете, больше была прокачка на увороты, чем, собственно, на силу. Поэтому в моем случае более удобно будет целиться... Ой, целиться, что я несу. Будет более удобно пользоваться оружием, держая его в двух руках и уворотами. Потому что увороты у меня просто какие-то вообще офигительные. При том, что у меня еще кольцо, которое дает вот такую возможность перемещения. Так это вообще просто прелесть. Так что лучше я буду приучиваться, наверное, все-таки не блокировать удары, а уворачиваться от них. Да, вот это я к 70-му практически уровню понял. Но, собственно, вот такие дела. Так, сейчас я схожу к Бонфайру, чтобы если меня убьют... А меня убьют, потому что там... Ну, там сложно, да. Говорят, что там сложно. Чтобы я начинал не с нарисованного мира, а чтобы начинал отсюда. Так, ты бы опустилась, нет? Зачем-то поднялась там неподходящий момент. Прикольно выглядит броня. Шлем, конечно, какой-то вымороженный. Может, вместо шлема что-то другое надеть. Но, в целом, броня, надо сказать, такая. Именно некоторые с самураями сравниваются. По-моему, тут самурайского ничего. Скорее, какой-то перс такой. Или турок. Короче, какая-то такая вот именно броня арабская. Так, вот тут мой Бонфайр. Кстати говоря, мне сказали, что ее можно убить. И с нее будет Firekeeper Soul. Ну, да хрен с ней. Я не буду ее убивать. Не знаю. Пока нет в этом нужды, на мой взгляд. Или убить, или нет. Да ладно. Пусть пока живет. Толку от нее нет. Ну, и вреда тоже. Так, все, мы сели около Бонфайра. У нас 13, уже практически 14 тысяч душ. Так, я хочу побегать с Шателлом. Конечно, Шателлом будет, на мой взгляд, не очень хорошо действовать против вот таких вот здоровенных воинов. Вообще, у него очень короткий радиус атаки. Ну, видите, он практически на расстоянии вытянутой руки бьет. Тогда как у Чигатана бьет гораздо дальше. Но, тем не менее, он прикольный. Ну, блин, как можно не любить оружие такого вида? Хотя, на мой взгляд, вот если вот чисто в реальном бою кто-то подрался по такому оружию долбануть прямым мечом, мне кажется, это оружие разлетится просто в клочья. Но какие страшные раны способны носить такое крючковатое оружие? Я просто боюсь представить. Просто жесть, по-моему. Так, ну и все, собственно. Двигаемся мы к этому собору. А на Орландо вообще, по-моему, единственная локация в игре не проработанная. Ну, то есть как, она красивая, очень круто сделанная. Но, если сравнить ее с Андетбургом, то в Андетбурге ты в любом месте на карте мог побывать. То есть, если ты видел эту башню, то ты знал, что ты в нее попадешь. А если ты видел вон там, в далеке, городок, то ты знал, что рано или поздно ты там будешь. Здесь в Орландо этого нет. Это все просто декорации. Я не могу сказать, что это плохо. То есть, блин, ну. Должна же быть локация просто с потрясающей своими размерами. Но все-таки Андетбург именно по проработке вообще удивлял там. То есть, ходишь через полчаса, ой, какой, через полчаса. Через несколько часов приходишь к какое-то место, открываешь дверь и оказываешься в начале игры. То есть, вот такие срезы там очень сильно доставляли. Так, с этими парнями нужно быть поосторожнее. Тихо. Так, давай, 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 дружи. Одни из тех противников, плекот пошел, с которыми нужно именно молча играть. Потому что они требуют... Ах, скотина. Вот именно. Вот про это я и говорил. Сосредоточенности требует. Ох, прикольное оружие. Так, ну что, теперь с тобой потанцуем. С тобой поспокойнее будет, потому что я не буду бояться задеть... Короче, попасть в зону видимости второго охранника. Так что с тобой можно будет куролесить маленько. Так, ну давай. Удиви меня. Ааа, понты. Никогда. Ни к чему хорошему. Да твою мать. Понты никогда ни к чему хорошему не приводят. Так. Это у нас опасные твари, нет вообще? Ладно, давайте осмотримся. Есть дорога сюда. Мне, честно говоря, сюда охота. Центральные ворота. Джек Шепард. Так. Мне кажется, сейчас я стрельну. Нет, это не так. Это не нарисованный мир. Там можно было бы трупы сшибать. Эта дверь открывается с другой стороны. Хорошо. Не судьба. Так, они за мной не погонят сейчас? Сейчас. Нет. Закрыто. Это печально. Короче говоря, вот это вот оружие мне что-то начало доставлять. В последнее время. Именно из его вот такой вот. Блин. Алло, гараж. Вот такой вот анимации. Это по-моему круто. Ну и что-то вроде вот этого вот так-то. Прикольно. Так, что у нас здесь? Тоже закрыто. Твою мать. По-любому придется к тем тварям, похоже, идти. Так, что пишет? Тут упадешь, значит. Спасибо за совет. Наконец-то полезный совет. Это часто... Ерунду всякую пишут эти гады. Так, ну что. Давайте попробуем вас на зубок. Так, ну-ка. Точно. Я так и подумал, что он прямо на крови стоит. Так, хорошо. А, его еще убивает. Нична. Хотя, казалось бы, почему? У него же крылья есть. Так, понял. Так, можно к тебе спуститься, я думаю. Подожди. Нет, 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 нет. Да твою мать. Что ж ты короткий-то такой? Ой-ой-ой. Блин, откуда ты взялся? Я вообще просмотрел, что ты бежишь. Ой, блин, не та кнопка. Тихо. Тихо, подожди без нервов. Все, теперь я могу подлечиться. А теперь... Хана тебе, братюнь. Ах, скотина. Ой-ой-ой, фантом пришел. Как не вовремя-то все, мать-то вашу. Сейчас меня убьют. Так, тут, пожалуй, чикатана поможет мне. Место, в принципе, неплохое. Для драки. А вот и он. Пока он не видит. Видите, я сколько у него снимаю? Нет, это не вариант. Опять, похоже, слишком силен. Так, ну че? Я приложу все усилия. Чтоб себя убить. Он вообще ничего не делает. Он, похоже, со мной играется просто. По крайней мере, рукопашный бой. Хоть чуть-чуть более-менее, честно. Скотина. Не так, что он силен? Твою-то мать. Могу, могу. А, скотина, как ты попал вообще по мне? Да что ж ты? Как они это делают? Я не понимаю. Я еще живой. Еще живой пока. А, сейчас зайдет. А, скотина. Бля, хаммуха. Да как они это делают? Это вообще какой-то нереал просто. Так, тихо. Нужно свалить от него. А, да что ж ты, твою мать, делаешь-то? Скотобаза. Темные призраки говорят, что они посильнее. То есть, красные фантомы. Они, по-моему, как... моего примерно уровня. Но этот, я так думаю, я не знаю, возможно, у моего уровня был. Я просто не понимаю, как вот вообще с таким лагом драться с их бэкстебами. Это, по-моему, печально. Ой, и опять мы отсюда начинаем. Наказывают меня фантомы. Это какой-то капец. Надо будет отснять одну серию. Там чисто уделить внимание именно фантомам. Убивать их. Если я смогу, конечно. Я думаю, что-нибудь я бы смог сделать. Но, блин, это какой-то кошмар. То есть, у него любой удар... То есть, у него катана была не такая, как у меня обычная. У него катана была уже вот именно на кровотечении, прокачанная полностью. Как вы видели, каждый удар отнимал определенное количество... Ну, то есть, сделал мне кровотечение. Это было печально. Но это все фигня. Я бы его убил, я думаю, если бы... Я просто не понимаю, как они так делают. Заходят за спину. Это как-то, по-моему, вообще что-то странное. Сейчас полного этих рыцарей долбить из-за него. Мать его, за ногу. Надо насрать. Так, сколько у меня там душ-то было? Оба сразу идут опять, что ли? Нет. Да как я промалу. Так, давай, иди сюда ко мне маленько, то я нервничаю. Там второй стоит. Так, понял. Не дурак. Давай. Ну, открывайся. Скотина. Вы мне ответите, блин. За того фантома. Так, раз, два, три. А, похоже, один раз только я попал к нему. Да, у Чагатана, конечно, решает. Это, по-моему, прекрасно. Что пишут? Прекрасный вид спереди. Но если в эту сторону только, оттуда, я не знаю. Хотя, возможно, там откроется и будет что-то красивое. Блин, как меня эти фантомы раздражают. Мать их за ногу. Так, ну давайте по новой. Лови ты. Лови ты. Давай, кидаем мне что-нибудь в отмах. Или ты сразу пойдешь ко мне драться? Да, все-таки Катана лучше шателла. Хотя у нее анимации прикольные. Всяк такое. Но, блин, это оружие просто убивает. Так, самое главное тут не упасть. Потому что заборчиков никаких нет. И я могу повторить судьбу той горгули, которую я убил. Так, подойти. Оружие. Ты о чем вообще? Ага. Туда, значит. Скрытый путь. Да нифига тут скрытого нет. Нужен скрытый путь. И каким макаром мне это сделать? Возможно, с той стороны. Или может мне вниз спуститься? Странно. Ладно, хватит оружие ступить. Что-то я не понимаю. Там вообще очень похоже на иллюзорную стену. Но, блин, оружием не пробивается. Видимо, все-таки ее там нет. Но, опять же, пишут что-то. Блин, не знаю. Может сюда спуститься? Да нет, тут тоже ничего такого не выдать. Тихо. Так, давайте-ка нафиг возвращаться. Так. Блин. Ладно, нафиг. Так, подожди. Ага. Аж засада, да? Ну-ка, иди сюда ко мне. Хотя я сомневаюсь, что они смогут. Хе-хе, ну да. Не пролез. Размах крыльев не позволил. Так. Блин, все не отойдет от этого темного фантома. На какой хрен они такие мощные все время? Ой. Один упал. Да, убился. Ой, дебилы. Вот уроды. Так, все. Там еще кто есть? Так, секунду. Назвонят, как всегда. Не вовремя. Есть день, никто не звонит, как только я. Как только сядешь отдохнуть, так начинается... Твою мать, это что такое? Так, понял. Ну-ка. Штреляй в меня. Штреляй в меня полностью. Так, отсюда она уже целится. А, скотина. Нифига она ошибает. Так, ну что, давайте, что ли, начнем. Эти стрелки, я думаю, меня убьют во время подъема сюда. Есть у меня такое подозрение. Так, надо, наверное, повыше целиться. У-у-у, совсем не до лед. Почти. Хорошо. Потихоньку, помаленьку лучше, верно? Я, по-моему, падаю по нему. Сейчас мы его убьем, а потом уже с спокойной совестью двинем вперед. Хорошо, но, по-моему, задевает по нему. Вот это, по-моему, не задело. По-моему, задело. Ну-ка, атака. Атака не заденет. Да. Вот так нормально будет. Я, честно говоря, не хочу по новой умирать, потому что этой серии и так у нас ничего особо не получилось. Сначала мы сходили в нарисованный мир, нифига не нашли. Потом фантом пришел. Там, главное, где фантомы искали, там фантома не было. Где не нужен он был, появился. Но, кстати говоря, вот этот фантом, он не намного сильнее меня был. В уровне, там, ну, на 10, наверное. Просто оружие у него еще было хорошее. А так... Так, что-то он долго дохнет. Давайте, что ли, я пока запись выключу. Как он сдохнет, так продолжим. Так, продолжаем. После того, как я отключил запись, я поговорил по телефону. Потом попытался забраться сюда, умер. Короче говоря, не вариант его расстреливать оттуда, просто не попадаешь. Нужно подбираться вот по этой лесенке, сюда наверх, атаковать. Это темные рыцари, Дарк Рейфы. Поэтому будьте с ними крайне осторожны. Они у меня две аптечки успели сожрать. Там еще один, но я, честно говоря, пока не особо хочу к нему идти. Потому что я уже запарился с ним, честно говоря. Довольно сложное место. По-моему, нам сюда нужно. Там у нас вроде как босс намечается. Хотя могу сомневаться. Счастье? Ну, как знаешь, возможно и счастье. У меня пока же только боль страшная от этого места. Так. Я, честно говоря, запарился уже, блин, с этими стрелками. Они натурально каждым выстрелом отбрасывают вниз. Назад где-то на метр. И драться там становится довольно проблематично. Так, что-то у нас каскадерит пацанчик бегает. Бонфайр. Это что вообще такое? Слушай, это же тот рыцарь Солар. Какого там звали-то? Рыцарь Солнце, короче говоря. Так, я не пойму, почему не могу с тобой поговорить. А, вот ты где. Какой ты тихий. Чё-то давно не вызываешь. Каждый раз, как увидишь мой знак. Назови меня, не стесняйся. Ты на меня произвел впечатление. Я хочу тебе еще помочь. Ладно. Как скажешь. Так, сейчас нам нужно... Сначала стать человеком. Вообще, Бонфайр это прекрасно, по-моему. Тем более в таком месте. Так, теперь нам нужно использовать еще одну человечность. И, собственно, зажечь этот Бонфайр. Чтобы нам жилось полегче в этих местах. И, собственно, я могу сказать, что все эти слова, которые люди говорили про эти места, они, по-моему, достаточно правдивы были. Так, Чоппер, поможешь мне? Ну, в одежде в белке. Кстати, меня просили одежду в белке показать. Ну, сейчас-то уж, я думаю... Мы с ним побегаем, если он призовется. Если не призовется, я вам ее покажу. Мне ничего особенного. Она выглядит неплохо. Но при этом... Не сказать, что... Больно хорошие показатели. Ух ты, смотри, да? Так, давайте попробуем вызвать его. Вызвать тебя. Ты у нас на Данте прям похож. Ну, что, кто-нибудь призовется, нет? Сегодня вообще. Самый Минк Фейлд. Печально. Кругом такие бока. Я не знаю. У знакомого тоже пробовали призывать фантому. Он как раз только недавно начал. И я ему помогаю советами. Не призывается, и все. Не знаю. Может, у нас в Уфе связь какая плохая. Но вот именно... К части оборудования моего. Или там... С приятелем. Вообще претензий никаких. Хорошие роутеры. Хорошая связь. Возможно, там где-то дальше. И у нас, короче говоря, причина. Но вообще, насколько я знаю, абсолютно все, кто играли в эту игру, жаловались на кривой сетевой код. Ну да. Опять сам Минк Фейлд. Так, дохары уже. Блин, дайте мне сесть около костра. Хотя, зачем? В принципе, тут только что был. Так, ну давайте осваиваться помаленьку. Что это у нас за замок такой? Опа-папа. Так, кто это у нас там стоит такое? Скотина. Подожди, это кто призывался? Только не темный фантом. Ну вот, ну... Вы видите, что происходит. И как всегда, очень вовремя. Очень. Темные призываются, без проблем. Ха-ха-ха-ха, скотина. Блин. Я на него отвлекаюсь по большей части. Че он так делает, а? Приманку скотину кинул. Ага. А теперь давай добивай меня. Все по-честному. О, броня толстячка. Че он хочет вообще? Э-э... Че тебе надо? Ха-ха-ха, че ты от меня хочешь? Отвяжись от меня, пожалуйста. Ты опять темный. Ты же, блин, даже не красный. То есть ты меня с одного, с двух ударов сейчас, наверное, убьешь. Ну? Че тебе надо от меня? Это у меня наказание за то, что я вел себя как скотина в этой игре. Ха-ха-ха-ха. Ну что ты ждешь ты меня там, а? Да пошел ты в жопу. Ха-ха-ха, смотри, стоит за углом. Ну шо за люди, а? Ах, туда дальше пойдешь, там, блин, враги еще, ничего не зачищено. Да, короче, ты меня задрал. Давай уже убей меня. Я понимаю, что... Че ты хочешь? Че тебе надо вообще? Ха-ха-ха, дверь закрыл, чтобы я не ушел. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну ты скотина. Так, ну, ну, ну давай, ну, 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 ну. Ха-ха-ха-ха. Да поехали насрать. Я первый начал, да. Че ты делаешь? Че ты такое интересное надо делать? Ну да. Вообще без проблем, то есть. Казалось бы, держишься к нему лицом. В итоге оказывается, что... Он у нас за спидой. Да хватит издеваться надо мной. Я не хочу, чтобы просто он попал... Не хочу попадать по рыцарю. Ага, давай убей меня. Молодец. Еще живой, что ли? Нет. Ну, видите, это... Меня спрашивают, почему ты не можешь драться с темным фантомом? Видите, насколько это бесполезно, да? Это просто какая-то пиздец. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну че, давайте на этом завершим эту серию. Два раза за серию огрести от темных фантомов. Это, по-моему, прекрасно. Я думаю, следующей серии мы посвятим целиком вторжению в чужие миры. Я хочу крови. Они мне, честно говоря, достали. Посмотрим, короче говоря. Или, возможно, сначала мы зачистим этот замок, а потом уже сделаем серию, в которой попытаемся вторгаться в чужие миры. Не знаю, посмотрим. Пока сложно сказать. Как бы там ни было, я рано или поздно хочу им отомстить. Блин, ну, конечно, то, что мне постоянно кидает темных фантомов, не просто красных, а натурально темных фантомов. Это, по-моему, подло. Ну да ладно. Как бы там ни было, увидимся в следующих сериях. С вами был Ждув. Всего хорошего. Пока-пока-пока.